всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня у нас суббота 4 55 вечера 17 градусов тепла на улице 17 градусов теплые если кто-то смотрит регулярно наши влоги мы уже рассказывали что у нас бывает температура либо теплая либо холодная теплая 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 холодная то есть может быть вот так вот 17 градусов дуть ветер с океана или как-то солнышко вроде светит но не греет а бывает 17 градусов вообще нету ветра и так прямо жарко как при 25 в общем сегодня очень хорошие теплые 17 градусов правда когда мы ходили машину убирать где-то часик назад было вообще 19 вот такие вот дела работа начала подниматься в убере потому что позапрошлые выходные прошли очень вернее прошлое прошли очень грустно заказов как бы было не то что сказать чтобы мало но знаете хорошо когда хорошо идет работа когда ты только начал но новый заказ и тебе уже поступает следующий или остается две три пять минут до конца заказа и тебе уже опять же приходит новый заказ вот это конечно классно то есть получается ты все время в работе никакого простоя а зачастую бывает даже так когда очень большая напряженность что ты работаешь как автобус или маршрутка подъезжаешь к одному какому-то заведению там ресторану клубу магазину да куда угодно высаживаешь одного человека там уже 2 ломится в двери думает что это уже за ним приехали и даже не дает этому выйти ну то есть по ошибке так я открываю дверь и человек садится собирается а там еще не вышел человек то есть вот такая вот прикольная штука вот ну собственно а ну да влог собственно и об этом что работа немножко поднимается вот и в общем то вчера очень так чтобы не сглазить заказ на заказ ложился не каждый раз иногда но я откатался на убери и у лифта включиться не было шансов потому что убер давал и давал было пару небольших пауз но я даже не включал лифт потому что у меня цель сделать 40 поездок вот 40 поездок у нас новая акция на этой неделе и это вот кстати будет ответ на вопрос подписчица я не помню к сожалению имя у меня спрашивала насколько действуют акции вот я в прошлом влоге рассказывал что если делаешь по моему там 45 поездок до 45 поездок надо было сделать или 40 ну что такое 40 плюс или 45 плюс и ты получал вернее за обслуживание уберу платил не 20 процентов и 4 то на этой неделе на выходные дали акцию если ты делаешь 40 поездок и больше то ты платишь всего 3 процента то есть грубо говоря если до нового года я платил сотки 20 долларов то сегодня по акции с этой сотки я заплачу всего 3 доллара как бы бонус 17 долларов на каждой сотке это такой очень хороший бонус вот и поэтому обычно если я беру какую-то акцию сделать я сначала стараюсь сделать акцию а потом уже включаю лифт ну то есть чтобы не получилось что время акции заканчивается акция проходит на выходные дается начинается в пятницу в 4 утра и заканчивается в понедельник в 4 утра поэтому вот пятница суббота воскресенье и понедельник до 4 утра я должен сделать поездки ну 40 это не так много я их полюбасу успеваю сделать но учитывая как прошлые выходные были такие вот грустные я работал лифт и убер пополам я все-таки считаю и обычной опять же если большие акции бывают 70 80 поездок то я сначала стараюсь лифт не включать я выбираю убер и когда я уже вижу что убер у меня акция будет закрыта тогда если вдруг нет заказов я могу включить лифт вот так и вчера я значит крутил только убер было пару пауз было желание включить лифт чтобы не ждать не простаивать но я решил что все-таки первый день я откатаю на убере чтобы быть спокойным а уже сегодня если что и воскресенье я буду спокойно подключать лифт у меня на сегодняшний день за на 24 поездки поэтому 16 поездок за два дня это не вопрос как говорится я сделаю полюбасу то есть вот то что касается акций лифт пока не дает акции какие-то просто повышающие коэффициенты либо возможно я не на них не попадаю из-за того что я делаю мало поездок на лифте потому что чем больше ты делаешь поездок тем лояльнее платформа к тебе относится и тем больше ты получаешь всяких бонусов и акций то есть например есть такое понятие поездка домой вот сейчас я с лифтом работаю очень мало и они мне на день дают всего две таких поездки то есть что это значит это значит что я могу поехать в заданный адрес и брать вернее установить адрес и брать по дороге в него поездки так вот когда много работаешь это количество поездок может дойти до пяти где-то в пределах десяти а когда мало работаешь всего две поездки вот а с убером так как я убер про я уже рассказывал выше в логах если кому-то интересно спрашивайте я перерасскажу или пересмотрите но в общем у меня убер про самый высокий уровень даймонд это самые высокие акции самые пиковые так сказать и поэтому я вот стараюсь его поддерживать поэтому я получаю от него много акций всяких и бонусов и в общем поэтому я стараюсь его держать на высоте чтобы держаться в этих акциях по уберу про сейчас у меня кстати есть ланчи я могу каждый день заезжать в собой неважно работаю я и не работаю получать 15-ти инчевый собой но это булка такая грубо говоря она похожа на если кто не живет в америке не был или не знает она похожа на батон багет разрезанный вдоль в него ложится ветчина тунец зелень короче всякая шляпа там горчичка перчичка соусы всякие в общем что ты заказываешь вот значит вот дается такой 15 инчев сабве он называется и 0 5 или 0 75 стакан напитков там типа 7up меринда что там они дают они николу дают а вот эти вот от пепси компания вернее напитки от компании пепси и этот ланч я могу брать неважно работаю я или не работаю я могу в любой день заехать открыть свое приложение и в любом сабве это практически все сабвеи в нашей эре работают с убером получить вот такой ланч ну как говорится мелочи приятно раньше это было кофе в макдональд вот то есть они позиция позиционируют так что ты можешь прийти попить кофейка взять вот этот ланч получить бесплатный вай-фай посетить туалет если тебе надо то есть вот такие вот маленькие плюшечки они как бы с одной стороны может заманивать другой стороны может поддерживать водителей потому что так как я выезжаю например я говорю что я люблю выезжать на 10 часов и больше то в общем то надо либо с собой что-то брать либо где-то пойти перекусить ну я обычно беру с собой там я тоже где-то рассказывал в каком-то влоге кому-то полиция сделала мяу остановили какую-то теслу почему-то что-то тесла где-то нарушила вот беру такие маленькие баночки там орешки всякие сладушки вот и перекусываю периодически да а вторая часть влога значит посвящается как вы поняли из превьюшки пьянству имеет ли пьянство национальность я думаю ни для кого не секрет особенно для тех кто был в америке или живет в америке и да и вообще и в кино и везде есть такой стереотип что русские это водка медведи гармошка то есть вот так сложилось и в общем то я считаю что граждане постсоветского пространства сами где-то в этом виноваты возможно возможно это версия не знаю ну но я думаю что 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 не знаю что думать ну в общем немцы бавария пиво немцы бавария бмв американцы в лице русских определенных русских ну русскими я всех называю всех опять же граждан постсоветского пространства американцы жирные тупые вот а русские тут с другой стороны пьяные постоянно с водкой с медведем и с песнями в ушанке и в телогрейке вот и честно скажу вам достаточно неудобно это осознавать достаточно опять же неудобно из-за политики которую но возникла политика при путине то есть ну в общем мы не будем вдаваться в политику у нас тема пьянство не имеет границ и национальности так вот вчера последний мой заказ по дороге домой на убере я подбирал в одном караоке баре одну парочку национальность называть не буду дабы никаких обид ни у кого не возникало и прочие дела они видимо пара просто по интересам или по дружбе или что это мужчина и женщина такие уже нормальных уже лет 40 плюс однозначно в общем они сели в машину ну вот понимаете сказать что от них разило перегаром алкоголем или это просто невозможно это можно сказать так вот например стоит тазик с водкой тазик с коньяком там я не знаю самогоном со всякими алкогольными напитками вот они так вот стоят передо мной например стоит вентилятор за ними дует и мне это все в лицо то есть они настолько были напиты ну просто разве что с них не капало вот и вести мне их надо было буквально там две с половиной три мили мужчина все пытался объяснить где ему выйти надо раньше чем назначенный адрес в итоге мы его высадили успешно и он пошел шатаясь через дорогу без пешеходного перехода по темноте благо машин немного женщина за две минуты после этой высадки я уже ее довез до ее место смотрю в зеркало она успешно спит голова вот так вот висит я говорю мэм типа ваше место your destination вы приехали типа бла-бла-бла она такая оба она подорвалась на меня глаза напучило что-то соседнего кресла берет пакет и две бутылки воды стояли между ней и мужчина этим и она вот в просоне хватает эти бутылки понимаете быстро выходить начинает из машины роняет эти бутылки на дорогу подымается вернее нагибается поднимает их и быстро начинает уходить свой билдинг который стоит прямо вот через тротуар и я такой раз оборачиваюсь сумка женская стоит я быстрее машину открываю выскакиваю потому что если сразу не отдать потом возня эта машина встречаться и прочие дела созваниваться это отнимает время я это не люблю ну вот как лечу короче мэм вы сумочку забыли она такая с этими бутылками в обнимку я думаю елки-палки ну вот это ж вот надо вот с одной стороны пьянство с другой стороны вот это вот жадность которую я в америке вообще не понимаю а такое есть иногда и встречается то есть она вот с пьяну с просоня хватает эти бутылки с водой как будто она ими напьется или там блин сэкономит на этом бутылка воды 15 центов стоит то есть это вообще ни о чем и и в то же время она забывает сумочку которая стоит у нее буквально под ногами вот вот вам русские с медведями с водкой с алкоголем с самогоном и люди другой национальности вот конкретно вот вчера два человека которые я говорю они уже там так к этого караоке напились или караоке напились что просто ну терять голову вот так вот я хватать эту копеечную воду и забывать сумочку в которой там и телефон лежал у нее и кошелек она раскрытая такая я это все увидел сразу вот такие дела так что так что пишите ваше мнение как вы сталкивались с другими национальностями которые тоже не прочь приударить по алкоголю и в общем то я скажу что ни одна национальность бывало у меня в таком виде один мужчина вообще спал его растолкать не мог это еще было года два назад вот и в результате я вышел вытянул его вот с этого бокового сидения с той стороны но с пассажирской приставил к забору и поехал потому что ну а что я буду с ним спать его укладывать что там ни звонка ничего на заборе нету я подперывал и поехал так что вот такие вот дела бывают в общем не только русские могут попить от души и отдохнуть могут это и другие люди сделать ну к сожалению вот за русскими закрепился такой стереотип такое клеймо и в общем конечно очень неприятно когда ну это редко бывает это бывает наверное раз из 20 из 30 может даже из 50 пассажиров которые спросят типа они сразу слушают по акценту для них наши акценты все блин русские тоже идти по русски-русски и вот так вот один из 50 может сказать о рашен водка там блин туда-сюда как-то чувствуешь себя так немножко знаете особенно когда я не пью например как мы певцы такие мы можем там ну иногда коньячка иногда шампусика вот так вот бокал вина какой-то в общем то немножко становится грустно обидно типа сказали бы вот и русский типа так там же это мензелеев у вас да или еще там кто или гагарин так нет блин типа водка вот так вот так что следите за собой любите себя любите других и всем хорошего настроения вы были на канале наша жизнь в америке не life is my life такой вот коротенький влог если кому-то что-то про убер про лифт интересно задавайте вопросы спрашивайте буду с удовольствием отвечать высказывайте ваше мнение в комментариях а я вот подъезжаю заправочные колоночки сейчас капну бензинчиком там не показал работник который подходит что ты следующая освободилась и погнал на работку все увидимся на канале до встречи бай бай а